МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова здравствуйте. И снова репортеры новостной службы всю неделю следили за тем, что происходит совсем рядом в других регионах и континентах. В мире, который не перестает пить, где-то выпивают за ужином, а где-то спиваются целые нации. Алкоголь, как известно, способен заглушить боль одних и причинить страдания другим. На почве хмельного помутнения разума совершаются страшные преступления. Гибнут люди, причем очень часто гибнут от рук родных. К сожалению, осознание произошедшей трагедии приходит слишком поздно, когда ничего уже не изменить, не вернуть человека. Кстати, страна готовится помиловать, точнее досрочно простить и выпустить на свободу более 30 тысяч осужденных. Амнистию, к слову, шестую в истории независимого Казахстана, депутатский корпус поддержал практически сразу, как только документ из аккорды поступил на рассмотрение. Этим субботним вечером мы намерены расставить все точки над «и» в предстоящей кампании. Да, и про пристрастие к спиртным напиткам было сказано не случайно. Моим коллегам удалось заполучить результаты исследований с повышенным градусом. Мы обнародуем не секретные, но пугающие данные. Еще наши репортеры попытались вывести на чистую воду тех, кто прячет собственные богатства там, за бугром. Каким образом казахстанским олигархам удалось заработать неслыханные капиталы, честным трудом или нет, не нам судить. Но то, что неприлично большие состояния работают на чужие страны, это по меньшей мере... Ну да ладно, пока воздержусь. Но далее в эфире мы продолжим этот разговор. Также мы не забыли и про президентские выборы в соседнем Узбекистане. Пришло время выбрать следующего после Ислама Каримова лидера. Там нам обещают организовать телемост с экспертом. Ждем и надеемся на отличный сигнал. Итак, мы начинаем. На неделе мы узнали, казалось бы, обычную историю. Историю одной большой семьи. Но сколько страданий и боли в этой невероятной истории. Она на двух работах, чтобы хоть как-то обеспечить своих близких. Он вечно недоволен и в постоянном поиске себя и способа подзаработать. Желательно по-легкому. После аварии отец семейства стал инвалидом. И все хлопоты и заботы, в том числе по уходу за супругом, легли на хрупкие женские плечи. Она поставила его на ноги. Выходила. Однако за старания свои и жертвы не услышала даже простого спасибо. Банальная история, скажете вы. Он бросил не только свою жену, но и детей. Вы только вдумайтесь. Осиротел не один и не двое детишек, а десять. Десять малышей плоть от плоти. Буквально на днях наш президент говорил о нездоровой тенденции. Когда современные казахстанцы рвут кровные узы, бросают самых родных на произвол судьбы. Говорил Нурсултан Азербайев о стариках, которые при живых, здоровых и вполне благополучных детях попадают в казенные дома. Но это не значит, что эти слова, обращение адресовано исключительно к бессердечным и взрослым детям. Надо уметь не в буквальном смысле воспринимать слова, но и между строк слышать мысли. Это было совершенно неожиданное заявление. От главы государства в вечерней студии ждали шуток, формат таков. Кстати, раньше наш президент не участвовал в подобных шоу, а потому сказал, как обычно, о том, что наболело, о важном, о семейных ценностях, которые нам необходимо укреплять. И вот в день первого президента в стране одной счастливой семьей стало больше. Та самая женщина, не побоюсь этого слова, героиня, которая выходила мужа, а в благодарность осталась одна с десятью детьми, получила ключи от трехкомнатной квартиры в новостройке. И это уже будет собственный семейный дом. Многодетной, одинокой маме не придется больше ютиться по чужим съемным углам. Увидев на пороге времянки Акима города с цветами и сертификатом на жилье, женщина не выдержала и заплакала. Но это были, безусловно, слезы радости. Я в первую очередь хочу поздравить главу нашего государства с днем первого президента и выразить ему огромную благодарность от всей нашей семьи за то, что помог нашей многодетной семье, протянул нам руку помощи. Руку помощи за все годы независимости протянули не только счастливой отныне многодетной маме, но и другим, не менее нуждающимся. О достижениях с конкретными примерами упомянул Аким Алматы Бауржан Байбек. Торжественную речь он произнес на открытии памятной доски в честь первой инаугурации Нурсултана Назарбаева. Она установлена на фасаде здания Дворца Республики, там, где 25 лет назад, 10 декабря, глава государства принес присягу своему народу. 25 лет назад, взяв на себя историческую ответственность, опираясь на поддержку народа, Ельбас и создал современное государство. Под руководством Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна добилась впечатляющих успехов. В 24 раза выросла экономика, более чем в 20 раз доходы граждан. Построены сотни школ, больниц, детских садов, проложены отремонтированных тысячи километров автомобильных и железных дорог. В полтора раза увеличилась обеспеченность населения жильем. Средняя продолжительность жизни выросла до 72 лет. Как вы знаете, по уровню развития Казахстан вошел в число 50 развитых стран мира. И это только начало. Конечно же, как алматинцы, мы особенно гордимся тем, что Алматы – это золотая колыбель нашей независимости. Здесь принимались судьбоносные решения. Был подписан конституционный закон о государственной независимости. Принята наша конституция. Утверждены государственные символы. Введена национальная валюта. Впрочем, даже в этой праздничной суете казахстанские политологи не упускали из виду Ташкент. Узбекистан готовится сделать важнейший выбор – выбор президента республики. «Мы фактически единый народ. У нас одни – истории, язык, религия и культура. И важно сохранить все это». Эти слова Нурсултан Назарбаев произнес во время недавнего визита в Узбекистан. В тот самый период, когда флаги были приспущены, и братский народ переживал траур. Прежний узбекский лидер Ислам Каримов ушел из жизни. Но, вопреки некоторым прогнозам западных политологов, страна не окунулась в пучину страха и неизвестности. Передача власти произойдет самым цивилизованным способом – путем всенародного голосования. Кандидатов в президенты четверо. Наиболее известный в нашей стране – это Шавкат Мирзиёев, исполняющий обязанности главы Узбекистана. Кстати, последние президентские выборы там прошли в прошлом году, 29 марта. Тогда свыше 90% избирателей поддержали Каримова. Будет ли зафиксирована такая же безоговорочная победа на сей раз? И как в целом итоги выборов могут повлиять на взаимоотношения Казахстана и Узбекистана? Об этом мы попытаемся узнать прямо сейчас у политолога Расула Жумала. Он выходит на прямую связь со студией «Телебашни». Добрый вечер, Расул. Итак, по какому сценарию, на ваш взгляд, пройдут выборы в Узбекистане? Чьи шансы из четырех кандидатов предпочтительнее? Добрый вечер, Талгат. Мне кажется, интриги-то особой и не будет на предстоящих выборах президента Узбекистана, президента соседней страны. По той простой причине, что на протяжении двух-трех последних месяцев пока идет предвыборная кампания, все эксперты, все средства массовой информации в подавляющем большинстве, они ведут поддержку исполняющего обязанности президента Узбекистана Шавката Мерзияева, который, напомню, до этого являлся премьер-министром. А вот изменится ли при новом президенте внутренняя политика и внешнеполитический курс Узбекистана, как вы считаете? Такие изменения вполне могут быть. Сам исполняющий обязанности президента и, вероятно, президент Узбекистана, господин Мерзияев, в последние два-три года делал немало таких заявлений касательно и внутриполитической жизни, и внешнеполитических предпочтений. Речь шла о том, что не будут пересматриваться, конечно, базовые установки периода Каримова, но, тем не менее, некоторое смягчение, некоторая демократизация во внутренней политике, может быть, переход на большую лояльность и прагматизм в отношениях с соседями. А при Каримове мы знаем то, что отношения, особенно с такими соседними странами, как Кыргызстан и Таджикистан, были весьма натянуты. В отношении них Шавкат Мерзияев сделал немало многозначительных заявлений о том, что все-таки отношения добрососедства и дружбы будут превалировать. Мы знаем то, что, пусть много времени такой прохладцы в отношениях между Узбекистаном и Турцией, впервые за многие годы глава Турции совершил визит в Узбекистан, и это также завершилось такими, мне кажется, прорывными за последние годы решениями, соглашениями. И, тем не менее, говорить о таких серьезных тектонических изменениях во внутренней внешней политике Узбекистана, наверное, не приходится. Во многом ему придется быть и повторять ту политику, которую проводил Каримов. Каримов проводил такую политику, исходя не только из собственных предпочтений, либо из собственных капризов, а исходя из конкретной ситуации, в которой находится Узбекистан. То есть сильная, жесткая власть, твердая рука, подавление инакомыслия, плановая экономика от таких базовых установок предшественника Шавкат Мерзяев, даже если он будет демократом, а вряд ли он таковым является, пойти на пересмотр этих шагов он, наверное, не сможет. Поэтому в какой-то степени он обречен проводить, может быть, более в мягкой форме, но тоже каримовскую политику. А вот незадолго до выборов появились слухи о смерти Гульнары Каримовой. Кому это нужно или выгодно, как вы считаете? Я не думаю, что авторами, либо заказчиками подобного слухов и спекуляций являются провластные органы, либо окружение того же Шавката Мерзяева. Скорее всего, это были вбросы стороны оппозиции. Прежде всего, конечно, это зарубежная оппозиция, потому что внутри Узбекистана реальных оппонирующих сил в государстве практически не осталось. В отношении самого Ислама Каримова с десяток было подобных вбросов за предыдущие годы, о его безвременной кончении, и в основном они не подтверждались. То есть здесь было больше новостей из разряда желаний и намерений, либо каких-то надежд, нежели какой-то реальной подоплеки. Поэтому цель таких, наверное, вбросов является со стороны оппозиции каким-то образом деморализовать политическую обстановку в стране, каким-то образом, может быть, сделать черный пиар для политической элиты. Но, как мы видим, ситуация пока что в Узбекистане, несмотря на некоторые предупреждения, является достаточно стабильной, предсказуемой. Исполняющие обязанности президента Шавкат Мерзяев достаточно жестко и эффективно контролируют ситуацию. Оппозиция как ни подавала признаков жизни, так оно в таком состоянии и находится. Так что, возможно, такая информация касательно дочери прежнего президента, Гульнары Каримовой, она больше повлияла, скажем, на аудиторию, на читательскую аудиторию вне пределах Узбекистана. Внутри Узбекистана это все-таки очень такое централизованное государство, находящееся в информационной изоляции. Такая информация, мне кажется, до большинства узбеков даже и не доходила. Так что, оно каким-то образом влияло на эту страну, на процесс принятия политических решений, очень и очень дозированно. И главное, как результаты выборов могут сказаться на взаимоотношениях наших стран? Действительно, Узбекистан является очень важной страной для Казахстана. Это, прежде всего, наш ближайший сосед. У нас очень много связывающих моментов, общие корни, общая история, экономические интересы, тесно взаимосвязанные. Тем более, Казахстан и Узбекистан – это ключевые крупнейшие страны в Центральной Азии. И без участия Узбекистана трудно представить какую-либо форму региональной интеграции. Конечно, один из главных приоритетов Казахстана остается эта региональная интеграция. К сожалению, Ислам Каримов, опять-таки, по субъективным и объективным причинам в прежние годы ввел больше такую самодостаточную политику, политику самоизоляции, политику равноудаленности, как от крупных игроков, как Россия, Китай и США, так и от региональных партнеров. Конечно, сейчас есть надежда, что в связи с обновлением руководства подобные жесты доброй воли, как активизация сотрудничества, они появятся. Такие надежды есть и в Казахстане. Но до этого мы отвечали, что Мерзяев по многим параметрам будет, наверное, вынужден, в какой-то степени обречен проводить примерно ту же политику, что и проводил Каримов. Так что надеяться на какое-то резкое, либо динамичное потепление отношений, либо появление каких-то действующих, эффективных проектов по сотрудничеству, мне кажется, все-таки не приходится. Ну, ваше мнение понятно. Благодарю вас, Расул, за содержательную беседу. Я напомню об ожиданиях от президентских выборов в Узбекистане. Мы поговорили с политологом Расулом Жумалэ. И далее в итоговой программе мы продолжим говорить о важном. Не переключайтесь. Так вот, по его словам, 10 амнистий зафиксировано в республике. Половина из них так называемой амнистией капитала. Кого помилуют на сей раз на неделю, объяснил первый заместитель генерального прокурора страны. По словам Иоганна Меркель, всего около 30 тысяч человек охватит грядущая амнистия. Причем в каком-то смысле она станет беспрецедентной. Впервые под категорию прощенных могут попасть те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. В этом случае, правда, нюансов много. Один из главных. Полное возмещение ущерба. И на свободу такие заключенные все равно не выйдут. Им только сократят срок наказания. А вот кто совершенно точно не сможет претендовать на помилование, так это фальшивомонетчики. По проступкам, те, которые находятся в производстве органов уголовного проследования, те, которые находятся на рассмотрении в СИД, все будут прекращены. Аналогичная ситуация и по делам небольшой тяжести. Небольшая тяжесть – это до двух лет лишения свободы. То, что касается преступлений средней тяжести, то предусматривается освобождение их от наказания по социально уязвимым. Нынешняя амнистия, подчеркнул Меркель, не связана с тюремным перенаселением, в отличие от предыдущих. Сейчас в местах лишения свободы находится порядка 36 тысяч человек. Это официально 62-е место в мире по числу заключенных. А по факту, уточнил Меркель, страна и вовсе 64-я. Для сравнения, в первые годы независимости республика располагалась на третьей строчке рейтинга вслед за США и Россией. Таковы плоды гуманизации права. Вся эта ситуация, когда за одну курицу давали 4 года, это ситуация, которая складывалась до введения нового уголовного кодекса в Казахстане. Сейчас мы изменили понятие рецидива, и вот такие перекосы, они просто невозможны. Есть сейчас другая проблема, что человек совершает неоднократные кражи и постоянно примиряется. Вот это вот, уважаемые депутаты, нам надо запретить. Статистика преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, увы, не ведется. Да, есть категория дорожно-транспортных происшествий, где фигурируют крепкие напитки. Однако, сколько в целом творится незаконного после обильного застолья? Хотя эксперты утверждают, что в Казахстане стали пить меньше, сразу в два раза, если посмотреть на статистику за все годы. Такими данными делится Казахстанская ассоциация добросовестных производителей. Разумеется, едва ли возможно говорить о том, что наши люди не злоупотребляют спиртным. Чтобы было более понятно, представляем вашему вниманию исчерпывающие данные об алкогольной, так сказать, обстановке в стране. Итак, на каждого казахстанца, за исключением детей, в год приходится не больше 4 литров спирта. Так, эксперты ведут подсчеты, распределяя в данном случае алкоголь на всех жителей республики. Берут в расчет даже язвенников и трезвенников, как говорится. Здесь необходимо уточнить. Предельно допустимую норму Всемирная организация здравоохранения ограничила на уровне 8 литров, то есть в два раза выше. Но вернемся к статистике от отечественных производителей. Беленькая среди казахстанцев не теряет популярности. Три литра водки приходится на душу населения. К ликеро-водочным изделиям, коньяку, виски и рому наши люди тянутся реже. Примерно по пол-литра выпивают за год. Куда интереснее населению заглянуть в винные погреба, чтобы достать оттуда полтора литра напитка. Но пиво по объему настоящий рекордсмен. Почти 33 литра выпивается в среднем в течение года. Цифра, повторюсь, официальная. Однако все эти данные не делают нашу страну одной из самых пьющих. Во всемирном рейтинге мы занимаем 34 место. Кстати, самым трезвым признан Афганистан. 188-я позиция. А наши соседи, россияне, вошли в четверку государств с высоким уровнем злоупотребления алкоголем. Наряду с Молдовой, Чехией и Венгрией. Это и есть лидеры списка Всемирной организации здравоохранения. Приведу еще одну печальную статистику. В этом году только в Алматы тяга к спиртному погубила 23 человека. Они умерли от алкогольной интоксикации, не рассчитав с количеством. Это болезнь и замкнутый круг. Купил, принял на грудь и на больничную койку, чтобы врачи в очередной раз вывели из продолжительного запоя. Пациентов местного отделения токсикологии проведала моя коллега Ибану Анарбаева. Ей также удалось выяснить, где именно полуночники закупаются в Алматы и что, собственно, им продают под видом элитного алкоголя. Прямо из застолья на больничную койку. Молодой алматенец уже несколько дней принимает лечение в отделении токсикологии больницы скорой неотложной помощи. По его словам, приятный вечер в кафе с друзьями для него закончился отравлением. Мужчина признался, что работает в одном из таксопарков города и чтобы не пополнить ряды безработных, он попросил не называть его настоящего имени. По словам мужчины, в тот вечер на веселе с друзьями точно и не запомнил, сколько кружек янтарного принял на грудь. И тем не менее считает, что в веселительном заведении ему принесли некачественный напиток. По его мнению, именно такое спиртное и довело его до отделения токсикологии. Однако лечащий врач утверждает, что пациент просто перебрал лишнего. Он, как и любой другой незнающий меры человек, продолжительное время находился в запое. И его диагноз банально прост. Организм не выдержал нагрузки. В настоящее время качество алкоголя значительно улучшилось. Соответственно, и отравление истинными суррогатами встречается крайне редко. В основном отравление алкогольными продуктами это те состояния, которые обусловлены были уже злоупотреблением, скажем так, злоупотреблением алкоголем в течение нескольких дней, в течение длительного времени. И такие пациенты доставляются с симптомами острой алкогольной токсикации и госпитализируются уже в отделении токсикологии. По словам медиков, ежедневно за помощью к профессионалам обращаются в среднем 15-20 человек. А в праздничные дни, особенно в новогодние, количество пациентов увеличивается в разы. И, к сожалению, спасти удается не всех. Ежегодно алкоголь приносит горе не в один дом. Горечь потери в этом году испытали 23 алматинских семей. В прошлом алкоголь унес жизни 35 человек. Летальность вообще составляет у нас 1,7. На первом месте отравление алкогольными продуктами, на втором месте отравление прижигающими ядами, это в частности уксусная эссенция, на третьем месте отравление наркотиками, и на четвертом месте отравление медикаментами, где имеет место суицидальные. Ну, в среднем, где-то, если, да, вот за прошлый год было 65 человек умерших, из них 70% составляло отравление алкогольными продуктами. Впрочем, несмотря на запрет реализации крепкого алкоголя, после 21 часа приобрести желанный продукт в Алматы можно в любое время. Как выяснилось, это не составляет особого труда. Горячительное еще и заставка обеспечивают через интернет ресурсы. Причем под видом дополнительного бонуса к контрацептивам предприимчивые люди предлагают дорогостоящие элитные напитки. В один из таких своеобразных колл-центров мы дозвонили с первого же раза под видом обычных покупателей. После этого диалога мы связались с департаментом госдоходов по городу Алматы. Налоговики нам пообещали выяснить, нарушает ли данный интернет-магазин правила реализации алкогольной продукции. И если да, то фискалы примут соответствующие меры. Между тем, виски, коньяк сомнительного качества и прочие напитки лжепредприниматели разливают подпольно. Их не пугают ни штрафы, ни уголовное наказание, говорят налоговики. За 2016 год выявлено 298 налогоплательщиков. Из них в отношении 12 уже возбуждено уголовное дело. Выявлено 6 подпольных цехов, которые реализуют алкогольную продукцию. Это фальшивые акцизные марки. Конфисковано более 332 тысячи бутылок алкогольной продукции на сумму 39 миллионов тенге. За 2016 год уже оштрафована сумма 52 миллиона. 440 административных дел возбуждено было. Факты отравления алкоголем фиксируются повсеместно. И в самой далекой глубинке, и в крупных городах. Причем подпольщики, заботясь только о собственной прибыли, не задумываются о вреде здоровью окружающих. Ведь жертвой смертельного, по сути суррогата, может стать кто угодно. К примеру, в начале этого года детские шалости едва не привели к трагедии в Шимкенте. Третьеклассник угостил 40-градусный своего младшего 4-летнего брата. Мальчик впал в кому. К счастью, врачам удалось его откачать. И вот несмотря на все эти жуткие кадры и истории, вряд ли грядущие праздничные застолья во всех казахстанских домах обойдутся без капли спиртного. Но алкоголь, как говорится, алкоголю рознь. Тут с выбором и количеством главное не ошибиться. Так вот, все, что касается правильного выбора и хитрых уловок подпольщиков, мы узнаем прямо сейчас по скайпу из Астаны. На связь со студией Телебашни выходит президент ассоциации «Казалка» Амиржан Калиев. Добрый вечер, Амиржан Кашкарбаевич. Скажите, как же все-таки отличить заводской алкоголь от суррогата? Добрый вечер, Талгат. Это не очень сложно. В первую очередь любой посетитель, приходя в торговую точку, должен узнать, посмотреть, есть ли лицензии в этой торговой точке на организацию алкогольной продукции. Это первый вопрос, глобальный вопрос. Второй вопрос, надо посмотреть, покупаемая алкогольная продукция, в каждой потоке должна быть наклеена на горловине учетно-контрольной марки. Третий шаг, надо проверить, там на каждом учетно-контрольной марке есть нумерация, и по каждому номеру, с помощью айфона, по интернету, можно узнать. Когда это произведено, где произведено, кем произведено, какого качества и так далее. А вот говорят, алкоголь на следующий год подорожает. Это правда? И, кстати, сколько импортного алкоголя завозят к нам в страну? Безусловно, подорожание оно будет, но небольших размеров. Например, если на сегодняшний день стоимость от литра водки 1380 тенге, на следующий год планируется где-то 1560 тенге. Чем это связано? Это связано с повышением ставки акцизного налога. Алкогольная продукция стоимость, она не должна быть на одном уровне с другими напитками, безалкогольными напитками. Она должна иметь свою определенную ценность, определенную недоступность в ценовом сегменте. В импорте животных, конечно, растет. Но, начиная с 1 июля 50-х годов, как таможенный союз начал функционировать, Казахстан со своей стороны снял все барьеры на пути белорусско-российской водочной продукции, вообще алкогольной продукции. Кстати, а какой вид алкогольной продукции у нас чаще всего подделывают? В основном подделка идет по водочным продукциям. Это широкое распространение было в начале 2000-х годов. Но ежегодно этот объем сокращается. В связи с чем? Ежегодно встречаются административные меры. В этом году мы установили во всех предприятиях, спиртоводочных, деклеводочных предприятиях, дополнительный контрольный прибор учета, который в режиме онлайн передает все данные полномочным органам. Например, вот мы сейчас с вами по скайпу разговариваем, то же самое. Например, налоговик, сидя в Астане, может нажать кнопку, например, на Петропавловский водочный завод, и в камере высветится цех розлива этого завода. И он может путем видеонаблюдения посмотреть, проконтролировать объем, качество и так далее. Все необходимые данные получить в режиме онлайн. А как контролируется продажа спиртного, в том числе импортных напитков? Насчет импорта я ничего не могу сказать, но насчет производителей. Каждое предприятие действует круглосуточно, действуют лаборатории, которые следят за качеством. Без ободобрения этих лабораторий, цех розлива не производит продукцию. Это во-первых. И последующие, она контролируется в спорном моменте, если у нас независимые аккредитованные лаборатории, можно в любой момент отнести любую продукцию и проверить качество продукции алкогольных продукций. Амиржан Кашкарбаевич, я благодарю вас за то, что нашли время этим субботним вечером и дали исчерпывающие ответы. А мы продолжаем в прямом эфире Телебашни говорить о самом важном за неделю. Борются в стране и с незаконными нажитыми деньгами и недвижимостью. Операция легализация подходит к концу. До конца третьей волны амнистии капиталов и имущества осталось 28 дней. Как сказал глава государства, легализация это последний шанс, потом никаких поблажек не будет. После завершения акции вся информация по зарубежным счетам по всему миру будет перепроверяться. Узаконить жилье, права на которое не оформлены в соответствующем законодательствам, уже проблематично. Сроки истекли на этой неделе, в последний день осени. У остальных владельцев зарубежных счетов, денег в офшорных зонах и элитных апартаментов еще есть время задуматься над тем, чтобы вернуть деньги в родную страну. Моя коллега Рамина Макаримова познакомилась с теми, кто вывел собственные капиталы из тени и узнала, чем может грозить сокрытие незаконного богатства. Этот роскошный коттедж житель Нурзбайского района Алматы Ербол Маупасов построил несколько лет назад, но узаконить не успел. Все эти годы двухэтажный дом был зарегистрирован на другого человека. Узнав о легализации имущества, Ербол собрал все документы и сдал в департамент госдоходов. Ранее не было возможности, потому что я не мог указать свои доходы, так как работал не как индивидуальный предприниматель. Сейчас такая возможность есть, хотел бы узаконить свое строение. За последние два года состоятельные казахстанцы вернули в законное поле имущество более чем на триллион тенге. Но элитным жильем зажиточные граждане владеют не только у себя на родине. Немало шикарных апартаментов они приобрели в Арабских Эмиратах и европейских странах. Они легализовали зарубежную недвижимость на 12,5 миллиардов тенге. Не стала скрывать от государства свои доходы и наша собеседница. Алматинка решила узаконить 50 миллионов тенге. Такая крупная сумма, говорит, может привлечь лишнее внимание, потому открыто говорить на камеру отказалась. Идя сюда на процедуру легализации, я ожидала, что будут большие очереди, процедура будет бюрократизирована. Однако я была приятно удивлена тем, что процедура очень быстрая и очень грамотная. Имеют наши соотечественники и солидные счета в швейцарских банках. Нелегальные ранее 2 триллиона 627 миллиардов тенге теперь будут работать на страну. Из них большую часть на спецсчета положили алматинцы. Жители мегаполиса бесспорно в лидерах. С начала масштабной акции горожане подали 34 тысячи заявлений. 80% из них одобрили. Население уже в 2016 году проявило активную позицию в участии в акции. Если статистики переведем, всего поступило 5 тысяч заявлений. Из них 4 тысячи, 4,5 тысячи уже лекализованы, ну, одобрены. Отказано только 10 заявлений. Лидерство Алматы в легализационной кампании легко объяснимо. Все-таки бизнес – столица страны. Большинство светских событий и вечеринок проходят в Алматы. 95% ритейла класса люкс приходится на мегаполис. А похвастаться алматинцы любят не только шикарными авто. Показатели богатства и блеска – это в первую очередь тои. До 10 миллиардов тенге в стране тратится на различные мероприятия. И первую строчку в этом списке занимают свадьбы. Как говорят организаторы, торжество считается роскошным, если затраты превышают 40 тысяч долларов. В кризис на тоях экономят, но не так сильно. То есть сейчас мы не видим на самом деле спада по данному направлению, потому что если кто-то экономит, то он может сэкономить в своей компании, где он работает или учредитель. Другое дело, очень жалко, когда люди залезают в долги ради того, чтобы сделать такой ивент, чтобы удивить всех своих родственников. У нас ведь в Казахстане это самое главное. Пока у хозяев лакшери тусовок и пышных свадеб, налоговые службы не спрашивают, откуда они берут миллионные капиталы. Но уже через месяц фискалы примутся разыскивать теневые активы. И тогда с их держателями разговор будет другим. Если владельцы офшорных счетов и заграничной недвижимости не подадут заявление и официально не узаконят свою недвижимость и капитал, то их объявят в розыск и в конечном итоге отправят за решетку. Красиво жить все-таки можно запретить. С 2017 года уже начнутся определенные проблемы с законом. То есть если сумма большая, вплоть до уголовной ответственности. Рамина Макримова, Рашидин Якупов, Телебашня. Еще раз напоминаю, вы смотрите в прямом эфире итоговую программу. Мы анализируем наиболее важные события не только последних дней, но и десятилетий. Хроника независимости. Мы продолжаем наш специальный цикл, посвященный 25-летию Республики Казахстан. На этот раз наш корреспондент Мадина Исюмбаева совершила экскурс в 1997 год. Год исторического решения президента страны о переносе столицы. Акмула превратилась в Астану, город нового уровня, равный лучшим мегаполисам мира. От политических до спортивных событий самого высокого ранга принимала столица независимого Казахстана. А теперь готовится к покорению еще одной вершины. Экспо-2017. О смелой идее главы государства, в которую тогда, в конце 90-х, верилось трудом. Остановление Астаны. Наш следующий материал. Объявить парламенту в 1994 году, что надо перенести столицу, это было равносильно взорвавшейся бомбой. На меня смотрели, как человека сдвинутого по фазе. Говорят, кругом пенсии не платим, зарплаты не платим. Это решение действительно волевое. Перенос столицы – дело не только хлопотное, но и затратное. Впрочем, история знает несколько подобных смелых безумств. К примеру, в Турции главный политический центр Истамбула переехал в Анкару, в Польшу, из Кракова в Варшаву, США, из Филадельфии в Вашингтон. И в соседней России принимались такие непростые исторические решения. Столицу переносить – это дело нелегкое. Столицу переводил Петр Первый, когда он построил Петербург, отвоевал вот эти прибалтийские земли, построил на болотах, действительно, это героический акт такой, построил замечательный город, красивейший город Петербург. Потом столица вернулась в Москву в 18-м году. Потому что Петербург находился на окраине государства. Шла гражданская война. Раньше переезду столиц способствовали военные конфликты. В современном мире государства, принимающие такие решения, добиваются обновления и экономического прогресса. Но не у всех все так гладко. В столице Бразилии, Бразилия, тоже, скажем, было неудачно. Сейчас якобы там живут чиновники, но Рио-де-Жанейро стал, скажем, первым городом. Я помню, что, по-моему, в Австралии, когда, как говорится, было какие-то соперничества между Сиднеем и Мелбурном, пришлось построить новый город Канбера, сделать столицей. Решение о переносе столицей в нашей стране тоже было нелегким. Алматы на тот момент состоявшийся город Астана же, тогда еще Акмула, практически чистое поле. К тому же в те тяжелые годы почти 90% населения скептически отнеслись к этой идее. Это был поистине героический подвиг, отмечают политологи. В те времена Камал Бурханов сам с трудом верил в реализацию данного проекта. Тогда такую дорогостоящую операцию, как перенос столицы, казалось бы, но это немыслимо, это фантастика какая-то, это неосуществимо просто на практике. В чем идея? Новое молодое государство возникло со всеми катаклизмами, трудностями того времени. Значит, нужно было дать идею, перспективную задачу, огромную, осуществить ее и показать возможности страны. Уверенность и дальновидность. Именно эти качества проявил глава государства. Он твердо верил в перспективу будущей столицы. Многие сомневались, но он не отступал. В 1994 году предложение о переносе столицы было выдвинуто на голосование Верховного Совета. Его поддержали. Однако считали, что этот процесс затянется на долгих 40-50 лет. Но уже через год, в 1997 году, это свершилось. Как вспоминает сам президент, депутаты переехали сюда шампанским, с гармошкой, как на Целину. В 40-градочный мороз депутаты прибывают сюда в то время еще. Сначала Целиноград, потом Ак-Мала. Еще названия Астаны не было. Астана позже, чуть позже появилась. И вообще впечатления, первые впечатления мало кого обнадеживали. Не обнадеживало увиденное, но слова президента взяли вверх, поверили. И упомянутый зарубежный опыт здесь оказался как нельзя кстати. Изучали, как процедуру переноса столицы с минимальными потерями завершали в Европе, Америке и Азии. Кстати, процесс выбора будущей столицы также был кропотливым. Решение принималось взвешенно. С учетом пожеланий специально созданной комиссии и мнения народа. Главный город страны должен был отвечать всем необходимым критериям. В претендентах названия столицы были даже Караганда и Тимиртау. Но шахтерские города не прошли по некоторым параметрам. После долгих обсуждений этой комиссии был выбран город Ак-Мала. Ак-Мала находится в центре республики Казахстан. Как раз были уже все железнодорожные и транспортные сети. Во-первых. Во-вторых, он был вдали от горных местностей. И инфраструктура была подходящая для будущей столицы. Была возможность расширять город. Идея, в которую практически не верили, сегодня стала символом независимости нашей страны. Астана – красивая, современная и деловая. Она любима и уважаема. Столица объединила в себе все лучшее – дружбу, согласие и равенство. Я горжусь этим, что у нас есть такой красивый город. Мне она нравится, и там живет первый президент. Астана – очень красивый город, и я очень горжусь, что она является нашей столицей. Мадина Сюмбаева, Валерий Таубалдиев, Телебашня. Итак, Телебашня продолжает трансляцию телепередачи. Наше эфирное время истекло, поэтому спешу поблагодарить всю команду новостной службы телеканала «Алматы» за живой эфир и вас, телезрители, за внимание. Приятного вам вечера. Берегите себя. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова